Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале «Вкусно просто быстро!». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный шоколадный торт «Симфония». Торт состоит из воздушных шоколадных коржей, нежного сливочного творожного крема с тонкой лимонной прослойкой и покрыт мягкой шоколадной глазурью. При желании вместо лимонной прослойки можно сделать вишнёвую или малиновую. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 9 см и весом 1,9 кг. Давайте приготовим! Начнём приготовление с лимонной прослойки. На мелкой тёрке снимите цедру с одного лимона. Цедра – это яркий верхний слой кожуры, светлую часть кожуры натирать не надо. С лимона выдаем сок, для приготовления крема нам понадобится 70 г сока. Сотейники смешайте вместе, 80 г или 4 ст. л. безверка сахара, щепотку соли и 15 г или 1 полную ст. л. кукурузного крахмала. При желании кукурузный крахмал можно заменить пшеничной мукой. Добавляем 2 яйца. Да, у меня яйца небольшие, категория С1. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 г лимонного сока и цедру от одного лимона. Перемешиваем до образования однородной массы. Ставим вариться на плиту, варим на небольшом огне, постоянно перемешивая лопаткой. Как только масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик и, постоянно помешивая, доводя массу до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и, постоянно перемешивая, провариваем массу примерно 15-20 секунд. Готовая заварная основа по консистенции должна стать густой, как пудинг. Снимаем с огня и протрем заварную основу через сито, чтобы избавиться от цедры и белковой плёнки. Накрываем заварную основу пищевой плёнкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим шоколадные коржи для торта. В чашу вливаем 2 яйца и добавляем щепотку соли. 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла. 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока в комнатной температуре. 70 граммов или 2 полные столовые ложки сгущённого молока. 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до образования однородной массы. Просеивая добавляем 160 граммов или 8 столовых ложек без верха пшеничной муки. 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Замешиваем силиконовой лопаткой мягкое эластичное тесто. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем. Реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Вот такое получается тесто, но медленно ленточка стекает с лопатки. Делим тесто на 4 равные части, если вы взвешиваете на весах, то получается по 150 граммов на 1 корж. С обратной стороны пергаментной бумаги рисуем маркером круг диаметром 21 см. Перекладываем 1 четвёртую часть теста на пергаментную бумагу и равномерно распределяем тесто на пергаментной бумаге по кругу. Перекладываем пергаментную бумагу с тестом на противень и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия до готовности. У меня один корж выпекается 5 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой. Накрываем корж пергаментной бумагой, решёткой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался и оставляем корж остывать. Пока один корж выпекается в духовке, подготавливаем другой для выпекания и таким образом выпекаем все 4 коржа. Остывшие коржи обрезаем по форме диаметром 19 см. Часть обрезанных кусочков оставляем и будем использовать для обсыпки краёв торта. Приготовим сливочно-кворожный крем. К 600 граммов творожного сыра добавляем 130 граммов сахарной пудры, 20 граммов ванильного сахара и 230 граммов сливок жирностью 30-35%. Хорошо взобьём всё вместе миксером до однородного и воздушного состояния. При желании творожный сыр можно заменить творогом, приготовленным из кефира. Ссылку на рецепт, как приготовить такой творог, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Соберём крем со стенок и перемешаем по дну. Вот такой крем получается, он плотный, отлично держит форму и при этом очень нежный. Сразу отложите 80 граммов или 2 столовые ложки крема. Этим кремом мы в конце обмажем бока торта, а пока уберите его в холодильник. Доделаем лимонный крем. Лимонную заварную основу сначала хорошо взобьём миксером. Добавляем 15 граммов или 3 чайные ложки ванильного сахара и немного мягкого сливочного масла комнатной температуры. Хорошо взбиваем до образования однородной массы. Далее постепенно небольшими кусочками добавляем в заварную основу мягкое сливочное масло. Каждый раз хорошо взбиваем до однородного и воздушного состояния. Всего для заварного крема нам понадобится 80 граммов сливочного масла. Соберём крем со стенок и перемешаем по дну. Вот такой крем получается, он имеет нежную консистенцию и в охлаждённом виде отлично держит форму. Имеет лёгкий и в то же время отчётливый лимонный вкус. Сформируем торт, выкладываем первый порш на тарелку, устанавливаем разъёмную форму и ацетатную плёнку. Делим сливочно-творожный крем на 6 частей и покрываем порш одной шестой частью крема. Если вы взвешиваете на весах, то на один слой приходится 150 граммов крема. Крем равномерно разравниваем. Делим лимонный крем на 3 части, если вы взвешиваете на весах, то на один слой приходится 100 граммов крема. Равномерно выкладываем 1 третью часть лимонного крема на сливочно-творожный крем. На лимонный крем равномерно наносим и аккуратно разравниваем сливочно-творожный крем. Крем накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем. Далее повторяем слои. Корж покрываем сливочно-творожным кремом. На сливочно-творожный крем наносим лимонный, на лимонный наносим сливочно-творожный крем. Крем накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. И ещё раз в чередуе слои выкладываем крем, сливочно-творожный, лимонный, сливочно-творожный. Крем накрываем четвёртым коржом, корж слегка придавливаем. Накрываем торт пищевой плёнкой и убираем в холодильник при питации стабилизироваться минимум на 5-6 часов, я обычно убираю на ночь. Охлаждённый торт покрываем шоколадной глазурью. 60 граммов или миллилитров молока и 40 граммов сливочного масла нагреем в микроволновой печи или в сотейнике на плите до горячего состояния. Горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельчённого тёмного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождём пару минут, чтобы шоколад растаял и хорошо всё перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова, равномерно покройте шоколадной глазурью торт сверху. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно катнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник до полного застывания глазури примерно на 20-30 минут. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы ацетатной плёнки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Обрезанные края от коржей измельчаем в блендере крошку и обсыпаем крошкой бока торта. Сверху торт я украшаю измельчённым белым шоколадом. Торт получается высоким красивым разрезом и отлично держит форму. Прекрасный торт для любого праздничного стола. Торт очень вкусный и нежный, в меру сладкий, с лёгкой лимонной кислинкой. Готовьте с удовольствием! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова